МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. И в начале выпуска, как всегда, коротко о главном. На жалобы сотрудников ветстанций отреагировали в Управлении труда, обвинения прозвучали в адрес руководства о задержке зарплат и незаконном увольнении. Многопрофильную больницу за 6 лет построят в микрорайоне Достык турецкие инвесторы. С дачного на улицу Машхуржусупа в трамвае можно будет доехать без пересадок. Все еще без собственного жилья? Купи 5 билетов Телебинго стоимостью 2500 тенге и участвуй в розыгрыше новой квартиры. Билеты можно купить в торговых центрах и супермаркетах вашего города или онлайн. Розыгрыш состоится 26 сентября. Подробнее на сайте ssoldos.kz Все, что интересует вас, интересно нам. Проект, где вы задаете свои вопросы и получаете ответы в прямом эфире. В этот четверг, 9 сентября в 20.40. Звоните по номеру 55 76 40 и пишите на WhatsApp. 8 705 600 3185. В студии интересно знать. Аким города Павлодара, Асаин Байханов. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». В регионе разгорелся скандал в связи с увольнением руководителей ветеринарных станций города Павлодара, Иртышского и Баянаульского районов. Информация об этом появилась в социальных сетях. Кроме того, сотрудники пожаловались на задержку заработной платы. За иболитов вступилась трудовая инспекция. Подробности выяснил наш корреспондент. Изучив бумаги, специалисты нашли нарушение трудового кодекса. В итоге областному ветеринарному ведомству было выдано предписание. По данным обращениям ГУ Управление труда провела внеплановую проверку, в ходе которой было выявлено нарушение. Соответственно, по увольнению данных работников, незаконное увольнение, в ходе которой было выдано предписание, на основании которого работодатель восстановил данных работников с 1 сентября текущего года. На этом люди не останавливаются. Намерены идти в суд, чтобы из личных дел убрали дисциплинарные взыскания. Кроме этого, есть и другие проблемы, одна из которых – задержка заработной платы. Между тем, неравнодушна к ситуации одна из главных зоозащитниц Павлодара, Мария Гребенкина. Говорит, с ранее уволенным и восстановленным в должности руководителем городской ветстанции была налажена работа. Мы находили точки соприкосновения. То есть они нам оказывали содействие в поиске пропавших животных. Если животное сбежало, можно было обратиться, описать. Их служба по городу ездит, их вызывают. Они могли позвонить, сказать, ваша собака здесь, приезжайте, забирайте. И не наши, а горожан. Они помогали нам с утилизацией трупов, потому что мы все-таки забираем раненых, сбитых, выживают далеко не все. Мы им сообщали, где мертвое животное, потому что по городу много еще они забирали. Ситуацию пообещали прокомментировать в управлении ветеринарии Павлодарской области. Наша телекомпания ждет официального комментария. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Больницу на 500 мест готовы построить турецкие инвесторы в Павлодаре. Акимат города выделил участок 10 гектаров в новом микрорайоне Достык. Возводить собираются ни много ни мало 6 лет. О масштабном проекте расскажем в нашем бизнес-блоке. Помимо новостройок в микрорайоне Достык в 2022 году должны приступить к возведению медицинского комплекса. По информации управляющей компании СС Павлодар, многопрофильную больницу будут строить порядка тысячи человек. А это дополнительные рабочие места. Когда объект завершат, трудиться в нем будут почти полторы тысячи специалистов. По становлению правительства Республики Казахстан от 14 августа 2021 года, номер 558, поднесено дополнение в ПВД СС Павлодар строительство и эксплуатацию многопрофильной больницы. По информации инвесторов, ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован на 2028 год. Реализовывать проект будут турецкие бизнесмены в рамках ГЧП. Его стоимость 169 миллиардов тенге. В больнице оборудуют хирургическое, терапевтическое, родильное и дерматовенерологическое отделение, а также круглосуточный стационар на 500 коек, плюс консультативно-диагностический блок. После строительства заведовать больницей будет иностранный инвестор на протяжении 8 лет. Затем планируется, что он передаст ее государству. Артем Клеван, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». К массовой уборке зерновых культур приступили в Павлодарской области. Завершили чуть меньше половины от общего объема. Средняя урожайность 11,3 центнера с гектара. Лидируют Иртышский район, Железинский и Теренколь. Темпы уборки хорошие, в пределах 35% уже идет. Немного отстает у нас Щербакинский район по уборке зерновых среди зерносеечек. Я думаю, сейчас подтянутся. Параллельно идет кормозаготовка у нас. На сегодняшний день заготовлено более 90% от плана, потребности плана. Сейчас продолжаются сенокосные работы в пойме реки Иртыш. Продолжается и уборка картофеля, овощей. Урожайность на уровне прошлого года отметили в Управлении сельского хозяйства. 280 центнеров с гектара. Завершить работы на полях планируют к концу сентября. Азамат Айтхалин Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». 13 лучших меценатов этого года определили в регионе. В Павлодаре подвели итоги областного этапа конкурса «Жомарт Журек». На церемонии награждения побывал наш корреспондент. Твори добро. Таков основной призыв конкурса «Жомарт Журек». В этом году звание самого щедрого сердца оспаривали 65 жителей региона. Комиссия выбрала 13 победителей, из которых 5 представят Павлодарскую область на республиканском этапе. Он состоится в преддверии Дня независимости. Основная цель проведения этого конкурса, конечно же, развития сферы благотворительности, развития волонтерства, помощи нуждающимся семьям, многодетным матерям. То есть все те бизнесмены, предприниматели, которые живут у себя на крае, делают все для того, чтобы развить свою малую родину. Одна из номинанток на премии «Жомарт Журек» Светлана Качура из Экибастуза. На протяжении многих лет она помогает людям с ограниченными возможностями. Причем как детям, так и взрослым. Именно Светлана – организатор и идейный вдохновитель реабилитационного центра «ОМИР», в котором всесторонне заботятся об инвалидах. Обучают, развивают творческие способности, трудоустраивают. Я выполняю, кажется, самую повседневную обычную работу. И вдруг сегодня я номинирована на общественную премию «Жомарт Журек». Я хочу сказать, что это результат коллективного труда. Благотворительным не обязательно быть, чтобы иметь много денег. Дело в том, что видами благотворительности тоже является выполнение работ, оказание услуг. Вот этим как раз мы и занимаемся. Заслуги благодетелей отметили грамотами от имени Акима области, а также вручили статуэтки премии «Жомарт Журек». Каждый из них уже лучше в своем краю. Александра Петрова, Арнагу Лисабекова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Мужчина размахивал ножом на детской площадке в Павлодаре. Его обезвредили полицейские, а выглядело это все как в голливудском кино. Эксклюзивные кадры ищите на странице телекомпании в сети инстаграм «Ирбис.тв». А сейчас вашему вниманию самые обсуждаемые публикации дня. Спонсор новостей из соцсетей – мебельный салон «Женуя». Мебель для жизни. Инцидент произошел во дворе Камзина 158. Прохожие сообщили, что по улице бегает мужчина с ножом в руках и прыгает на людей. Полицейские, как говорится в их описании ситуации, использовали профессиональные приемы самообороны. Дебошир был наказан. В итоге нарушителя задержали, оружие изъяли. Установлено, что парень состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. К счастью, никто не пострадал. Жить опасно становится. У людей крыша слетает. Страшно по улице ходить. Осеннее обострение. Какая разница, каким способом его остановили. Если такие умные, идите и уговорите его сдаться. Он же невменяемый. Вот такие умники сами в первую очередь выйти начинают. Где милиция? Куда смотрели? Телекомпания Ирбис, как и вы, наши зрители, каждый день пытаются сделать город лучше. Запоминайте и записывайте номер нашего мобильного приложения 8705-631-85. На WhatsApp присылайте ваши проблемные видео. Будем решать вместе. А на этих кадрах вы видите очередной пример бескультуре. Грязь и мусор после распития алкогольных напитков в одном из дворов. От негатива давайте скорее к позитиву. Знакомьтесь, это Диляра Сансызбай. Девочка юный журналист. В социальных сетях она выкладывает сюжеты, рассказывая о родном городе. Подписчики отмечают, с каким удовольствием героиня делает это. У нее точно дар, говорит аудитория. Очередной сюжет Диляра сняла о парках Павлодара. Получилось очень интересно. Несколько лет назад хотели обновить колесо обозрения, но спонсора так и не нашлось. Вид отсюда просто замечательный. Весь город как на ладони. Такие сюжеты очень хочется обязательно досмотреть до конца. Спонсор новостей и соцсетей – мебельный салон «Жануя». Мебель для жизни. Стильная и фирменная мебель – залог эстетики и комфорта. Только в салоне «Жануя» по адресу улицы Нуркина, 114-1, предоставлен огромный выбор мягкой мебели в разных ценовых категориях. Диваны и кресла от российской фабрики «Аврора» – соотношение цены и качества. Нестандартные решения для любого пространства и на любой вкус. А большой ассортимент корпусной мебели вы найдете в магазине по адресу улица Сатпаева, 253, дробь 1. Автобусные маршруты номер 9, единица «Экспресс» и 152-й с сегодняшнего дня вернулись в привычный график. Восстановить движение смогли после того, как улицу Ладожская заасфальтировали, закончив ремонт подземных коммуникаций. Между тем, в Павлодаре приступили к укладке новой трамвайной ветки, которая напрямую соединит улицы Дачного микрорайона и Машхоржосуба. Этого поворота многие жители Дачного микрорайона и Усолки ждали с нетерпением несколько лет. Чтобы попасть на улицу Машхоржосуба, приходилось ехать с пересадками. Сейчас участок на пересечении Ломова проспект Назарбаева перекрыли и приступили к прокладке новой трамвайной ветки. Сейчас новые схемы маршрутов трамваев разрабатываются и в скором времени будут представлены общественности. Ремонтные работы планируется завершить до конца сентября. Также с сегодняшнего дня возобновлено движение маршрутов общественного транспорта. Это номера 1экспресс 9152 по их обычным схемам движения до Дачного микрорайона. А вот на улице Ладожской и участке по Камзино в Дачном микрорайоне люди не видели автобусов почти два года. Изменили схему движения после того, как здесь приступили к прокладке новых труб теплоснабжения. После загвоздка была в восстановлении асфальтового покрытия. Остались большие ухабы. Была опасность, что общественный транспорт попросту застрянет. На данный момент дорога полностью завершена. Артем Клемат, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Качество асфальта, которое уложили на хромзаводе год назад, оставляет желать лучшего, жалуются зрители «Ирбиса». А еще фонари на нескольких городских улицах до сих пор не подключены. Во дворах темно. Мобильное приложение продолжит выпуск новостей. Спонсор рубрики. Мобильное приложение «Мой Павлодар». Жизнь горожан в одном приложении. Асфальт положили год назад. Вот такая дыра уже. Остановка, это завод в хромзаводе. Во дворе дома из ТАИ-142 фонари так и не горят. Уже третий год. Обратите внимание, пусть включат, вызовут электрика. Лермонта 86 и Лермонта 88. Сколько лет нету света? Там двор и там двор. Вот только единственный свет. Вот такой бардак у нас тут возле Гулливера. Построили нам вот такое вот чудо. Тут две аптеки. И вот каждый день одно и то же. Бесполезно. Во дворе Сатпаев 40 перекопали. Был хороший асфальт. Все перекопали, бросили. И никому ничего не надо. Власти сделайте, чтобы вот это у нас все было как раньше. Что это? Яма на яме. Снесли все ограждения между нашим домом Пахомова 62 и этой стройкой. Две недели уже тут идет стройка. Заборы и ограждения никакие не ставятся. На участке на частном играют дети. И они могут пораниться. Во-вторых, поставили туалет общественного пользования, куда будут ходить рабочие два года. Прямо практически вплотную с нашим участком. Спонсор рубрики. Мобильное приложение «Мой Павлодар». Жизнь горожан в одном приложении. Для всех жителей города Павлодар теперь доступно многофункциональное приложение, через которое каждый может направить жалобу в городские службы, принять участие в трансформации своего города или записаться на прием «каким». А также многое другое. Скачать приложение можно в Google Play и App Store. Запустить приложение i2. Открыть вкладку i2 Apps. В разделе «Общество» выбрать приложение «Мой Павлодар» и воспользоваться нужной вам услугой. «Мой Павлодар». Город ближе, чем когда-либо. Первый в регионе молодежный политический клуб сегодня провел заседание. Его участниками стали молодые бизнесмены, активисты и волонтеры Павлодара. Какой теме посвятили встречу, знает наш корреспондент. Цель клуба – это повышение политической активности молодежи. Собираться планируют два раза в месяц. На заседаниях будут обсуждать и находить пути решения важных вопросов. Тема первой встречи – послание президента. Для гостей это отличный повод переосмыслить и лучше понять слова главы государства. Что нужно для процветания государства? Это прежде всего повышение благосостояния населения, повышение благосостояния населения, развитие человеческого капитала. И вот все направления президентской послания, они как раз говорят об этом. Как отметила Айзада Курманова, межнациональное единство и согласие – это стратегический ресурс нашей страны, который обеспечил Казахстану стабильность и признание в мировом сообществе. Отклоняться от заданного вектора сегодня нельзя. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Академии художеств Республики Казахстан 15 лет. В Павлодаре обсудили план празднования важной даты. Именитые художники, искусствоведы встретились с руководителем управления культурой области и оценили фонды музея. Картины гениальных живописцев рассматривал и наш корреспондент. В фондах Павлодарского областного художественного музея почти 6 тысяч экспонатов. Собрание уникальное. Это графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Работы как казахстанских, так и зарубежных авторов. Ежегодно здесь проходит более 15 вернисажей. Любая страна, прежде всего, определяется через ее культуру, через ее искусство. Кто бы сюда ни приезжал, а сейчас это идет большое развитие туризма. И поэтому все туристические кластеры будут проходить, конечно, через музей, через искусство наших. Вот я смотрю, здесь замечательный, вот этот музей имеет замечательные картины, произведения искусства из разных стран. В стенах музея проходят мастер-классы, экскурсии, творческие вечера. Все это вызывает большой интерес у ценителей искусства. Работу продолжат. Цикл мероприятий посвятят юбилею Академии художеств Республики Казахстан. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Тренироваться с двукратным призером Олимпийских игр, Елдосом Сметовым, имеют возможность дзюдоисты из Павладара. Команда как раз проводит сборы в Алматинской области. Артем, теперь к тебе. Называй имена, фамилии участников счастливчиков. С удовольствием, Владимир. Это Аскар Кусейнов, Азамат Зуржалелов и Тимирлан Уахитов. А через мгновение узнаем, почему Павладар пока единственный город на хоккейной карте Казахстана, где на трибунах тишина. Не переключайте. У вас есть вопросы? Мы дадим ответы. В новом сезоне на «Ирбисе» по пятницам в 20.40 в программе «Сигнал». Всем привет, друзья! Это блог номер один о хоккее Казахстана головой об лед. Наступил сентябрь, а это значит, что вы готовите своих детей не только к началу учебного года, но и к старту хоккейного сезона. И поэтому я решил сделать сегодняшний выпуск максимально полезным для родителей спортсменов и подсчитать, сколько стоит подготовить ребенка к секции хоккея. Не только интересный, но и полезный выпуск не пропустите уже в субботу в 22.00 и в воскресенье в 11.00. Спонсор новостей спорта – магазин роскошных шуб «Эталон Меха». Красота женщины особенно заметна в шикарной шубе. В магазине «Эталон Меха» скидки до 30%. Шуба вашей мечты ждет вас в торгово-развлекательном центре «Баттермолл» второй этаж. Выпирайте лучшее, ведь вы этого достойны. Павлодар остается единственным городом на хоккейной карте Казахстана, где запрещен вход даже ограниченного числа болельщиков в ледовый дворец. Во всех остальных применяется система «Ашик» и заполняемость трибун разрешена на 20%. В полной тишине и без поддержки клуб «Эртыш» сумел дать бой гостям из южной столицы. При этом павлодарцы всего 4 дня имели возможность тренироваться на льду. Матч между «Эртышом» и клубом «Алматы» начался с минуты молчания. Хоккеисты почтили память известного фото-журналиста Владимира Бугаева. В первом периоде хозяева льда удивили, похоже, даже самих себя. У них было всего 4 дня ледовой подготовки по причине поломки морозильного оборудования во дворце. Но играли парни от души. Алматинцы забросили шайбу первыми, причем отличился Сергей Мышинец, еще в прошлом сезоне защищавший цвета нашего коллектива, но из-за финансовых проблем покинувшего бело-синих. Ответный и первый гол в сезоне на счету молодого Никиты Ляпунова. Ну, Шклейник, равно как и Билимбаев, может играть как в обороне. Так и в атаке! 1-1! Никита Ляпунов сравнивает счет. Скажу так, что счет не по игре. Могли лучше сыграть. Давно не было льда. Но завтра будет совсем другая игра. Выйдем с другим настроем. Это уже история. Надо готовиться на завтра. Несмотря ни на что. И как бы дали нам, так скажем, немного, что мы встали. Не понимали, что они делали. И ко второму периоду проснулись, послушали установку тренера. И считаю, что перевернули игру в свою пользу. Забили нужные голы. Иртыш из-за отсутствия тренировок на льду заметно подсел в концовке матча. Опытные и более мастеровитые, да и просто звездные алматинцы этим воспользовались, забросив еще четыре шайбы. Итог 1-5. Букмекеры, дав хозяевам льда коэффициент на победу 8, были правы. Уповать в этом противостоянии можно было только на чудо и волевые качества местных воспитанников. Серьезные изменения Федерации бокса Казахстана новым главным тренером мужской команды назначен Кайрат Саджанов. На этом посту он сменил Голымбека Кинжибаева, который был у руля сборной с 2018 года. За это время наши спортсмены выиграли шесть наград. Продолжим тему женским боксом. Сегодня глава региона встретился с триумфаторами чемпионата Азии. Аким Павлодарской области встретился с Миланой Аюповой и Хавой Балкоевой. Которые завоевали золото и бронзу чемпионата Азии среди молодежи. Абыл Кырскаков подчеркнул, что сегодня их команда уже готовится к новым стартам. Первенству Казахстана среди взрослых. Кроме того, атлеты ставят перед собой цель завоевать лицензию для участия в следующих Олимпийских играх, которые примет в 2024 году Париж. Искренне благодарны за добросовестный труд, упорство, плодами которой является золотая и бронзовая медаль молодежного чемпионата Азии. Вся Павлодарская область следила за ходом ваших выступлений. Хочу отметить, что такого высокого результата спортсмены в нашей области добились впервые. Средом девушек и их тренера уже ждали в родной школе колледжа Олимпийского резерва. Для них здесь приготовили красную ковровую дорожку и подарки. Я поступила сюда в 2016 году, в седьмой класс. Вообще я поступала по волейболу. Я два года занимаюсь волейболом. Поступила я сюда тоже по волейболу. И полгода я ходила на бокс. И тут так сложилось, что в середине седьмого класса, после второй четверти, меня перевели на бокс. Мотивированные спортсменки пообещали не сбавлять обороты и продолжить радовать своими победами. Каждой из них достался конверт с финансовым поощрением. В Щучинске продолжаются матчи осеннего чемпионата Казахстана по баскетболу. Играют юноши и девушки группы Ю-12. В первой встрече по владарке уступили соперницам из столицы. А затем выиграли у сборной Алматинской области со счетом 48-39. Тем временем команда по лёхой атлетике готова к первым стартам нового сезона. К чемпионату Республики по школьному многоборью легкоатлеты готовились всё лето. Традиционно этот старт проводят в начале учебного года. Наставники по владарской сборной планировали выставить двойной состав. Сейчас тренерам предстоит сделать жесткий отбор. Команду сократят. Первенство Казахстана должно было пройти в нашем городе. Однако главный санитарный врач области запретил принимать турнир. Другие регионы с огромным удовольствием их берут, принимают, проводят. И всё прекрасно проходит. Мы, надо сказать, что очень сильно расстроились по этому поводу, что чемпионат страны ушёл из города Павлодара. Люди приезжают с других регионов сюда с ПЦР-тестами. В общем-то проверены, что они здоровы и живут, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Ну, теперь поедем мы. После запрета проводить чемпионат страны в Павлодаре его примет Караганда. Стоит сказать, с интервалом в пару дней там состоится ещё один республиканский старт. Первенство Казахстана среди воспитанников спортивных школ. В волейбольном клубе «РТЭШ» полностью укомплектован штат. Кроме новых игроков, изменения и в тренерском, а также медицинском штабе. Команда продолжает подготовку к сезону. Самый сложный, втягивающий этап межсезонья волейболистки отработали с тренером по УФП и лёгкой атлетике. Подготовку к сезону с командой провёл профессионал, мастер спорта международного класса Роман Валиев. Мы целый месяц с ним тренировались, то есть соединяли руки с ногами, так сказать. Тяжеловато им, но я думаю, что им понравилось, потому что это другое, чуть-чуть отход от привычных тренировок. И как бы мы стадион использовали, и барьер, и так далее, полностью их атлетический инвентарь. В команде новый массажист, а в тренерском штабе помощник с главным наставником в «РТЭШе» теперь работает Анатолий Гаммер. Игровую карьеру закончил в прошлом сезоне. Выступал в высшей национальной лигах за дружину Павлодар. Состав-то уже практически укомплектован. Контракт с клубом подписали Фарида Маулин, Елена Малахова и Анастасия Иванчук. Горьбол – это командный вид спорта, поэтому я привыкла, что в команде постоянно меняются по два, по три человека. Но также, когда я переходил тоже новый коллектив, быстро привыкаю. Единственная проблема была запомнить имена, но это буквально в течение недели всё исправилось. Приняли хорошо, девчонки все дружные, активные. Так что, думаю, справимся с задачами. Сейчас в команде свободной остаётся одна позиция – доигровщик. На просмотр в Иртыш приехала Армина Голстян. Карьеру волейболистка начинала во Владивостоке за Приморочку. Также выступала за клуб «Сахалин». У нас на сегодня всё. Читайте и смотрите самые интересные новости на нашем сайте. Ирбис.тв.кз и страницах в социальных сетях. А спонсор новостей спорта – магазин «Шуб Эталон Меха». Выбирайте лучше, ведь вы этого достойны. Завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией «Ирбис». Спонсор новостей спорта – магазин роскошных «Шуб Эталон Меха». Субтитры подогнал «Симон»